Девчоночки, всем большой привет! И вы попали на мой канал Мир Девчонок! И сегодня у нас с вами будет уборочка в хранениях. Мы с вами уберемся в моих двух хранениях, расставим новиночки прокладок, конечно же все отметим, поэтому будет очень интересно, оставайтесь со мной до конца, не забывайте про лайк, подписку на мой ютуб канал, а также про мой телеграм-канал, ссылочку на который оставляю всегда в описании под каждым роликом. А еще хотела бы вас поздравить с тем, что наступил декабрь, скоро совсем будет новый год, а это значит то, что наступает морозная неделя. Все подробности я укажу в сообществе, поэтому не забудьте обязательно почитать. Ну и вкратце вам расскажу, что морозная неделя это неделя видео на моем канале с 25 декабря вплоть до нового года. И одно видео я вам сейчас расскажу, которое выйдет, это будет видео по типу было-не было. Поэтому не забывайте задавать свои вопросики в комментариях под каждым роликом, я вам это буду напоминать. Ну и опять же не забудьте почитать сообщество, там я вам расскажу все более-менее подробно. А сейчас давайте поскорее уже приступим к самому нашему ролику. Давайте начнем с новинок прокладок. Как я и сказала, их нужно отметить. У меня тут вот такие вот три скотча на выбор. То есть один вот такой вот с собачками, другой с миленьким тюленем, а третий вот с таким вот мишкой. Нужно сейчас отметить все открытые прокладочки из моих новинок, поэтому этим мы сейчас с вами и займемся. Мы с вами отметили все прокладки. Теперь осталось только убрать их по хранениям, а именно найти им местечко. Для вот этих хобби-би мы с вами уже находили в прошлом ролике. Осталось теперь для двух других пачек найти. Но для этого сначала давайте разбираться с первым рядом. А в первом ряду у нас стоят ночные прокладки. Он очень свободный, это заметно. И вообще тут даже стоят пятикапельные прокладочки. Поэтому пятикапельные мы оттуда достаем. И на их место примерно вот сюда поставим между ними вот такие вот прокладочки на изледе, которые у меня стояли во втором хранении. Но мы с вами до него еще доберемся. Тут конечно еще осталось небольшое место. Поэтому мы сейчас должны с вами придумать, чем его можно забить. Я со второго своего хранения взяла вот такие вот прокладочки Молпет Ультра. Знаете, куда я предлагаю их убрать? Вот сюда, потому что я думаю, им там будет самое место. Следующий у нас ряд идет пятикапельных прокладок. Он не особо достойный, но как бы тут места все равно имеется. Я думаю, что засунуть сюда прокладки в принципе возможно. И пусть тогда это будут вот эти вот Ola Silk Sense, потому что их тут не особо много в пачечке. И думаю, что вот между Napia и Pamboros их можно в принципе запихнуть. Теперь нужно пододвинуть все остальные упаковочки. И у нас тут даже образуются дыра. То есть прокладочки придется немножко пододвинуть, чтобы заполнить то пространство. Небольшая путаница именно с капельностью идет, потому что некоторые прокладки, где производитель указывал неправильную капельность, я перемещала поближе к четырем капельным и так далее. Поэтому давайте я сейчас все маленькие вот такие вот прокладочки по типу кодекс, которые создают вот тут вот пространство, уберу и перемещу вот в этот ряд. А на их место буду ставить либо новиночки, либо передвигать прокладки вот из этих вот двух рядочков. В принципе, это хранение меня устраивает, какое оно есть. Поэтому я думаю, что можно оставить его и таким, а новое место для новиночек можно найти именно во втором хранении. Поэтому давайте мы сейчас с вами переместимся и посмотрим, что у нас вообще, как там дела обстоят именно во втором моем ящике. Итак, у нас с вами тут, как вы видите, образовалась дырища, которую мы сейчас с вами очень легко и быстро заделаем. Знаете как? Тут стоят прокладочки, их очень много, и это прокладочки Ола. Они тоже ночные, поэтому в этот ряд они прекрасно вписываются. Поэтому вставляем эту пачку сюда, ну и несколько прокладок еще также дополняем в пространство между упаковками. Вот так вот очень быстро мы с вами заполнили эту дырищу. Теперь осталось разобраться с вот этой дырой, ну и также, конечно же, определиться, куда вставить наши новиночки прокладок. Хотела бы поменять немножечко местами натуреллу и линьяни и поставить натуреллу вон туда, в самое начало, потому что она будет немножечко побольше по капельности. Следующие прокладочки у нас идут вот такие вот в Котекс, а следующие пойдут розовенькие Олвес, потому что у них капельность идет 5 капелек, а вот эти вот прокладочки Фристайл, которые тут стоят, они идут на 4 с плюсом капельки. Поэтому их мы с вами немножечко передвигаем. Теперь смотрите, что у нас получается, то что тут еще идут 5 капельные прокладки, поэтому даже вот эти Фристайл мы с вами убираем вообще в другую сторону. Чтобы вот эту вот проплешину заполнить, мы сейчас с вами берем 5 капельные, эти поставим вот сюда, а у меня тут еще стоят вот такие вот интересные Котекс 2 в 1. Их вот так вот сворачиваем и вставляем между вот этими упаковками. Еще есть место, значит берем Беллу Перфекта Ультра Булу. Предлагаю передвинуть вот эти Конфи Леди вот сюда вот между упаковочками. Теперь нужно разобраться с вот этим пространством. У меня тут стоят 4 капельные прокладочки, и значит к ним мы с вами можем прибавить вот эти вот Белла Идеали. Они идут на 4 капельки, но производитель пишет, что они на 5. В принципе, они мне кажется даже столько не впитают, так что вот сюда вот их помещаем. Следующие, которые сюда отправляются у нас, это будут вот такие вот Котекс Эктив, которые не поместились в этом рядочке. И мы их с вами отправляем в самое начало, потому что это самые большие по 5 капельности именно в этом ряду. Даже можно с вами передвинуть именно Систерс поближе вон к тем прокладкам, и уже от них двигаться к низу. Беллу Идеали мы с вами оставляем, и получаем вот такое вот теперь новое пространство, которое заполняем нашими новиночками. Фрейстайл поставим вот сюда, а остальные, а именно Сейри прокладочки, и Джунис вставляем между этими пачками. И вот мы с вами нашли новое место для новиночек. В принципе, думаю, что уже неплохо смотрится, но давайте еще разберемся с высотой прокладок в этих рядочках. Мне не очень нравится то, что тут вот эти вот прокладочки, они немножечко меньше Флории, и тем самым образуется такая небольшая ямка. Ее мы с вами, знаете, как заполним? К Флории пододвинем вот такие вот Найс Дэй. Следующие на очереди идут прокладочки Слиппи на 4 капельки. Их мы пододвигаем уже к Найс Дэй. Теперь есть место для вот таких вот оранжевеньких мид и красивые вот такие зелененькие прокладочки Котекс Нейчерл. Они очень такие малипусичные по сравнению с тем же Найс Дэй, поэтому их мы с вами вставляем вот сюда. Мне уже очень нравится результат, и в принципе давайте еще разберемся вот с этим вот рядочком. Он остался последний. У меня начинает все этот ряд вот такие прекрасные прокладочки, тоже Котекс Ультра Софт. Они невероятно мягенькие, у меня даже был на них тест-обзор на канале. Кому интересно, обязательно посмотрите. Ссылочку оставлю в описании. Самые большие, как по мне, это вот эти Секрет Дэй, которые мне невероятно нравятся. Они вот такие красненькие, они очень классные, поэтому всем, как я уже и говорила раньше, советую. И давайте их мы с вами уберем в самое начало. Они будут соседничать вот с этими своими же сородичами, тоже Секрет Дэй. Самые большие, следующие в этом рядочке у меня идут вот такие вот Найс Дэй. Поэтому эти Найс Дэй мы с вами поставим вместе с Секрет Дэй. А потом у нас уже идут Молпы, это Ультра. Мы меняем их местами с Пупи. И вот такие вот Белла Перфекта Ультра Грин. Мы их тоже с вами поменяем Пупи местами. Ну и оставшиеся прокладочки Котекс Ультрасофт сейчас поместятся вот сюда, между вот этим вот пространством упаковочек Пупи и Дипси. И вот такое вот хранение мы с вами получаем в итоге. Что ж, на этом наша уборочка подходит к концу. Хотела бы выразить вам огромное благодарное за то, что вы посмотрели мое видео. Ну а также не забывайте про подписку и лайк на мой Ютуб канал. Не забывайте про мой Телеграм-канал. А еще не забывайте задавать вопросики, как видео было-не было. Помните, что у вас есть такая прекраснейшая возможность попасть в мое видео. И всем огромное спасибо за просмотр. И это сердечко, конечно же, вам. Встретимся мы с вами уже очень-очень скоро. И всем до новых встреч, девчоночки. Пока!